Так, итак, отвечаю, ребятки, мы в эфире час 13, нам нужны донаты для того, чтобы продолжать нашу подпольную пока деятельность, подпольную пока деятельность, потому что, конечно, наша деятельность была запрещена на территории Российской Федерации, как и здравый смысл. И весь здравый смысл сейчас я храню в своей голове, пожалуйста, жду от вас донатов и правильных вопросов, да, задавайте правильные вопросы, чтобы получить правильные ответы. Отличный вопрос пишет Настя. Кто построил пирамиды? Давайте запишем, кто построил пирамиды. Мой ответ ваш, вас удивит, но вы должны знать, что это единственно правильный ответ. Поближе к экранам, поближе к экранам, поближе. Пирамиды никто не строил. Как вам такое? Пирамиды никто не строил. Не ожидали? Не ожидали? Пирамиды никто не строил. Это остальное построили вокруг пирамиды. То есть, смотрите, кто строил камни? Никто. Камни просто были, да, но появились люди, которые обтесали, обтесали пирамиды до идеала. Там ничего не надо было строить, там уже были пирамиды, гигантские камни с дырками, спросите у меня, с дырками, да. С фараонами внутри? Да, с фараонами. Так исторически сложилось, что просто уже были камни, а внутри уже были трупы, завернутые в тряпки. Это как мошка в янтаре. Кто-то специально строил янтарь вокруг мошки? Нет, так получилось случайно. И вот просто люди, которые решили, то есть, все мы знаем, что до этого на территории Египта жили древние люди, им было как-то наплевать на пирамиды. И уже потом появились египтяне, да, которые поняли, что с пирамид можно получить профит. Просто уже зашлифовали уже имеющиеся пирамиды, разрисовали их, краска не сохранилась. И стали рядом, уже рядом продавать брелки и вот эти вот штучки с пирамидами. Все, пожалуйста, люди ездят, люди ездят, покупают пирамидки маленькие, у больших пирамидок, а мы голову ломаем. А за чего мы голову ломаем? Это типичное, послушайте, послушайте, ситуация с пирамидами типичный фейк ради фейка, для того, чтобы мы, для того, чтобы наше внимание ушло от действительно настоящих насущных проблем. А наши насущные проблемы, то, о чем мы действительно должны задумываться, не дохрена ли на планете Земля рыб? И вы вообще, вы заметили, что рыбы нас окружили? Пока мы игрались там, кто круче, Америка, США, рыбы просто взяли нас и окружили. Нас окружили рыбы, и кто, кто скажет, что это не так, но это надо быть идиотом, идиотом. Вы посмотрите, вокруг каждого материка, вокруг каждого островка, маленького островка даже, всегда есть полчища рыб. Всегда есть отряды рыб, которые окружили человечество, окружили и находятся, их не так много и становится все меньше, потому что пропаганда работает. Находятся герои, которые надевают на себя камуфляжные куртки и прямо на Неве, прямо в середине города, не боясь других людей, их оценок, борются с этими гадами, берут удочки на Зайчьем острове. Вам всем наплевать на историческую часть Санкт-Петербурга. А выходят дядечки в годах. А почему это дядечки в годах? Потому что, во-первых, пожили, жизнь прохавали, а во-вторых, терять нечего. Им терять нечего, им осталось только за человечество сражаться. Они берут удочки, выходят на Зайчий остров, Каменный проспект, на Каменный остров. И вылавлю, по мере возможности. Но рыбы они тварь, а не икру. Это же все. Это проигранная война. Мы проиграли рыбам. Они нас округли. Вот попробуйте. Вот давайте так. Вот давайте так. Вот скажите сегодня. Вот говорят, сколько там ядерных ракет у Америки, у России, значит, у Америки больше, значит, они победили. А вот во что мы играем сейчас? Во что? Мы должны спросить себя. Вот если человечество прямо сейчас захочет окружить рыб, оно справится с этим? Оно это сделает? Оно рыб окружит? Нет. Не окружит. А рыбы уже окружили. И не проигранная ли это война? И, как всегда, Путин, как всегда, вот говорят, марионетка США. Действует Путин, проиграл США, потому что делает все, что США и хотели бы, чтобы он делал. Развязал войну в Украине. Гнобит свой народ. А самое страшное, что этот человек сделал, он пустил газовый поток по дну. Этот человек прислан рыбами. У него рыбья башка. Вы видите эту морду? У него морда рыбья. Путин рыба. Алло. Мне уже приходится просто вслух говорить простые вещи. Путин рыба. Байден карась. А если по-заморски говорить, то Сибас. Слышите, это Байден Сибас. Вы это не чувствовали? Они насмехаются уже над нами. Байден Сибас. Путин. А вы что каждый Новый год, что вы едите? Икра Путина. Это вам говорят? Нет, там ударение на другое слово. Путина. Это икра Путина. Это Путин. Мечет икру. В вас. Вы каждый Новый год. Вы каждый Новый год. Слушайте его поздравления с Новым годом. И едите его икру. И сами вы уже наполовину рыба. Это не поздравление с Новым годом. Это Путин общается со своими детьми. Потому что вы потихонечку его икорку съели. А это он из себя вытащил икорку. И вы уже наполовину рыба. Рыбы среди нас. Рафис, до тебя, блядь, только дошло. Даже среди меня рыбы. Рафис пишет среди нас. Даже среди меня дохера рыб. Попробуйте. Попробуйте сегодня окружить рыбу. У вас не выйдет. А рыбы уже нас окружили. Вы посмотрите, как менялись. Вы посмотрите, как менялся Путин за 22 года правления. Если в начале это такая вобла, то сегодня это уже прям сом. Знаете, сом-утопленник. Вот просто взяли сом. Вот вы посмотрите на сома 20-летнего. Наберите в гугле 20-летний сом. Да вам там Путина покажут. Одно лицо будет. А мы будем все играть. Понимаете, мы будем все играть. 11 сентября. Пирамиды. Да вас за нас водят. Рыбы хотят, чтобы вы ездили в пустыню. И смотрели на этот камень. А что в воде происходит? Что вам не до этого было? Что вы такие... Земля плоская. Да вас не это волновать должно. Вас должно волновать, что в воде. А в воде... Вот смотрите. Давайте кое-что обсудим. Джеймс Кэмерон. Да? На своем батискафе. Мы это все знаем. Это в открытых источниках. Спускался в Марианскую впадину. Спускался, спускался. Кто-то знает, чем все закончилось у него там. А я вам скажу, что там были переговоры. И рыбы сказали Джеймсу Кэмерону. Джейми, ты сюда не лезь. Ты сюда не лезь. Это не про твою честь. Вот здесь, Джейми. То, что творится в Марианской впадине. Ты этого не видел. Никому не расскажешь. А за это можешь снять фильм про воду. Мы тебе через наших человечков дадим 11 Оскаров. И давай, вперед, Джеймс. Вперед. Вы читали Карла Чапика? Он Карл, я не помню. Война с саламандрами. Вот это был провидец. Вот это похоже, хотя бы немного, извините меня, на действительность. Но Чапик заблуждался. Он тогда, конечно, немного фантазии. Нафантазировал, придумал каких-то саламандр. А все проще. Рыбы. У рыб вообще единственная проблема. Посмотрите, у рыб единственная проблема. У них нет рук. Им пришлось высадить на землю человеческую цивилизацию. Довести ее до такого состояния, что людям понадобится, торговые пути. И тогда они уже люди, якобы по собственному желанию, а совершенно понятно, что по желанию рыб, начнут рыть каналы. Понимаете, каналы это для кого? Извините, у людей есть корабли. Они могут обогнуть. Но рыбам это не кайф. А ситру хочется быстренько из Средиземноморья попасть куда? Да, сами знаете, в Красное море. И там, как канал? К сожалению, сейчас не в материале. Архивные документы не со мной. Как канал? Суэцкий, ешкинка. Суэцкий, конечно, канал. А потом, вы извините меня, давайте кое-что выясним. Кто из нас бывал? Давайте так. Я сейчас попрошу чат. Напишите, пожалуйста, плюсы, кто был в торговых центрах. Напишите, пожалуйста, плюсы. Пожалуйста, напишите плюсы, кто был в больших, крупных, нормальных торговых центрах. Пожалуйста, плюсы, кто был. А дальше я задам вам простой вопрос. Простой вопрос. Простой вопрос вам задам. А кто в этих торговых центрах видел аквариумы с рыбами? А? То-то и оно. Вот. Что-то там, что-то там я мартышек не видел. Что-то там, там, там одни рыбы. В каждом более-менее торговом центре, который хочет выйти в плюс, у него есть аквариум с рыбами. И пока вы ходите там, ой, рыбки, да это и есть хозяева торгового центра. А бабки идут куда? Я вам так скажу, ребят. Я повторять не буду. Я скажу это один раз, потому что дальше меня уже начнут спрашивать по-серьезски. Я вам скажу так. Я вам скажу так. Тихий океан не просто так назвали тихим. Поняли? Я повторять не буду. Я повторять не буду. Кто, слушайте, кто хотел понять, тот уже понял. Тот уже понял. Я вам так скажу. Кто хотел понять, тот уже понял. разрыв аворты 50 рублей. или это все секретная информация, лучше ее за пределы стрима не выносить. Вот как раз. Нет, разрыв аворты. Делиться надо. Делиться надо. Но, разрыв аворты. Сразу имею в виду, что здесь такую информацию просто с кондачка рассказывать не надо. Рассказывать не надо. Человек должен быть подготовленный. Желательно. Желательно. Если ты делишься. Если ты делишься такой информацией, человек должен быть ну, минимум, да, отслуживший, понимающий, да, понимающий. Я имею в виду советскую армию. Не нашу сейчас армию, которую развалили, российскую, а советскую. Потому что человек должен понимать, как мир устроен. Короче, короче, на работе, на работе главное, слышите, если решили всю правду, что мы сегодня на нашем сеансе, а это был сеанс, я называю это простые уже слова выпадают из головы. В общем, надо как бы просканировать коллег на работе. Просканировать. Если человек трется, у кулера постоянно, на работе, у кулера, да, и водичку пьет без конца, я бы такому человеку информацию о рыбах не доверял, потому что мы понимаем, что если человек у кулера, там, там из человека только кожа, а внутри жабры. Вот так. И воду он не пьет, а через нее просто, конечно, он у кулера стоит, вот я, вот я как православный пью воду, да, вот я ее попил, да, вот смотрите, я пью ее. Попил. А рыба в облике человека, он что делает? Наливает воду, наливает воду, и через стакан просто дышит, понимаете, дышит. вот он подышал. Такие люди всегда, вы можете увидеть, они вылили, они в мусор выбрасывают стаканчик вместе с водой, потому что они воду не попили, они через нее подышали. И как нормальные дельфины подышали немного и пошли на три часа снова работать, ну на час. Молодые, молодые агенты рыбьи могут подержаться максимум 45 минут. И снова кулеру, снова кулеру, и снова подышали через воду, и снова на работу. Поэтому разрыв аорты внимательно, внимательно, понимательно, внимательно. я могу вам это все говорить, потому что нахожусь в Грузии, здесь водоемов нет, я у гор, чуть что, я в горы. И это тоже, знаете, рыбы не достанут в горах, просто не достанут. Понимаете? Рыбы в горах, горы это единственное место, где мы можем рыб поджать, по-настоящему поджать, я говорю, поджать можем. С рыбами в горах разговор короткий, за хвост ее взял, вот так, об одну гору, об другую, там даже неслуживший справится. Раз-раз, все, если уж рыба допрыгала за вами в горы, там делов ее понимаем, да, как действовать. и так, разрыв аварты, присматриваемся к водопьющим, относимся с подозрением, потому что мы в кавычках водопьющие, я действительно водопьющий, а не водопьющий, понимаешь? Анатолий кидает нам 100 рублей и пишет, Константин, читаю ваши книги с 95-го года, доверяю вашему экспертному мнению, умоляю, раскроете тайну перевала Дятлова. Слушайте, перевал Дятлова ситуация простая, ситуация простая, рыбы завидуют птицам, и если какие-то перевалы названы в честь птиц, рыбы тут как тут, ночью в палатке, всех в фарш, а дальше поминай, как звали, где тут перевал, где Дятел, где люди, все, уже ни один человек перевал у Дятлова не подойдет. А к озерам, пожалуйста, каждое лето, каждое лето, пожалуйста, каждое лето у озер, а потом нам говорят, 15 человек на городских пляжах утонули, они не утонули, рыбы забирают самых сильных из нас, вы видели, вы видели этих пьющих людей на пляже, да им еще можно выпить 20 литров водки, все равно это богатырь в леопардовых своих трусах, и он пошел туда, один, он выпил, он связь со вселенной, да, получил сигнал от космоса, и один, максимум втроем, он пошел на это озеро, один против озера, да, силы несопоставимы, но поаплодировать мы этому храбрецу, обязаны, потому что он пошел и за себя, и за тебя, и за меня, один, он простой в осек, простой в осек на городском пляже, пошел показать рыбам, проиграл, естественно, потому что с этой ордой уже все, там по-другому надо работать, там на государственном уровне надо решать этот вопрос. Спасибо большое, что были со мной, я пошел на свой воздушный шар, потому что, как я и всем вам и советую, ночевать лучше на воздушном шаре, это единственное место, докуда рыбам не добраться. Спасибо.